СТИЖАТЬ ДУХ СВЯТОЙ Например, какой-нибудь учебник высшей математики с матричным или интегральным счислением без преподавателя. Я сомневаюсь, что вы его вообще поймете, о чем там речь, и уж точно не сможете пользоваться этим. А здесь более сложные моменты стяжания Духа Святого, возможно, только при содействии Духа Святого. Соответственно, он оставил нам ту, как вы называете, систему стяжания благодати Духа Святого, которая передана как раз в Священном Писании и в Священном Предании, в получениях святых отцов, в получениях старцев. Вот тот человек, который следует этим получениям совокупности, он и стяжает Духа Святого. Но так как Дух Святой есть тоже существо разумное, то есть это не какая-то энергия, это не какое-то непонятное образование вселенского масштаба. Нет, это существо, это Бог, Дух Святой, имеющий свою волю, свой разум, свои какие-то, ну, так сказать, пожелания, если это можно в человеческом, так сказать, сформулировать образе. Так вот, он приходит только к тому человеку, который ему угоден. Ну, как нам, например, трудно общаться с человеком полностью опустившимся, ну, с бомжами. От них запах, от них, так сказать, грехи, от них там и воровство, и непонятно что, да, мы стараемся от них, так сказать, отдаляться. Вот точно так же от нас отдаляется Господь, если мы грешим. И наоборот, если мы своими добрыми делами показываем свою любовь к Богу, то, конечно, Господь к нам приходит. Там, где любовь, там есть Бог. Вот по поводу Спаса я его не изучал, эту систему, так сказать, и не могу конкретно разобрать по полочкам, какие там есть плюсы и минусы, но так как это не дано Богом, это не оставил эту систему Господь Иисус Христос. Это люди придумали. А если люди это придумали, то, значит, это человеческое изобретение, и, значит, оно с изъянами. Лишь то, что дано самим Богом, оно без изъянов. Сам Господь без изъянов, безгрешный. И, соответственно, все, что Он дает, тоже без изъянов. Вот здесь мы должны опираться именно на этот критерий, что надо брать лишь то, что дано самим Богом.